Сейчас мы настроим DHCP snooping и несколько технологий, которые работают с таблицей. А именно ARP Inspection и также еще IP Source Inspection. Работать мы будем с L2 коммутатором. Таким образом мы распределим порты. Транковые порты, оплинки у нас будут доверенными. И недоверенными будут выступать порты Access к пользователям. А PC13 будет получать адрес по DHCP. PC14 будет иметь заданные статические. Это важно для конфигурации. Переходим в конфигурационный режим. И работать нам придется с блоком Ether Switching Options Security Access Port. Я перейду туда для удобства. Первое. Определим доверенные порты. Напомню, что это оплинковые порты. Они из блока 1. Первый. Второй. И теперь можно пройтись по портам, которые у нас не доверенные. Соответственно, 0.0. Команда звучит как Node.DHCP.Trusted. На нулевом порту мы просто получаем адрес по DHCP. Значит, таблица будет построена динамически. На первом нам необходимо отметить статический адрес. Там у нас используется адрес 2.11. Нужно указать VLAN, по которому он работает. Это у нас 102 VLAN. И также необходимо указать его в Mac. А Mac нам нужно посмотреть. Вот он наш Mac на C4. Его также необходимо сюда добавить. Также необходимо разрешить проверку по DHCP на этих VLAN в этом же блоке. Я помню, по-моему, по именам здесь можно добавить. VLAN 101. XMDHCP. И аналогичным образом второй. Можно посмотреть, что у нас выходит. Выйдем. Что мы собираемся применить. Ну, собственно говоря, Trusted порты, Untrusted. На первом порту отписан статическая запись. Так как там хост назначен на IP адрес вручную. Поэтому DHCP ему там его не выдаст. И сервера у нас, в общем-то, второй сети нет. И мы говорим, что в этих VLAN-ах нужно проверять работу DHCP сервера. То есть мы защищаемся от DHCP сервера, который будет расположен в Untrusted портах. Применяем настройки. Ну, и проверяем, как построилась наша база. Она имеет только статическую запись. Ну, очевидно, потому что хост наш не переполучил адрес. Ну, можно это сделать. И я включу и выключу порт, чтобы инициировать получение IP адреса хостом. И давайте вернемся к нашей базе. И, скорее всего, мы должны увидеть полученный адрес. Да, действительно. Вот видно динамическая запись. Это та комбинация IP и MAC, которая была получена из обмена с DHCP сервером. И та, которую мы добавили статически. Второй наш блок будет посвящен ARP Inspection. То есть тогда, когда у нас есть построенная таблица в соответствии с MAC и IP, то есть и мы знаем, какие у нас порты trusted, какие untrusted, то мы можем, собственно говоря, включить инспекцию по ARP. Опять я уйду в Ethernet Twitching Options, Security Access Port, Set, VLAN. Опять же, можно его взять по имени. И просто включаем опцию ARP Inspection. Аналогичным образом поступаем со вторым VLAN. Применяем. И для того, чтобы проверить работу данной функции, проверяем статистику ARP Inspection. Ну, вообще, здесь странно подумать, откуда могут прилетать какие-то левые запросы. Но да, есть те, которые отфильтрованы. Третья часть нашего блока будет посвящена настройке IP Source Guard. Аналогично она применяется к VLAN. И таким образом мы активируем эту функцию на VLAN в 101. И затем аналогичным образом мы активируем ее на VLAN в 102. Применяем. Действие, как обычно, заключается в том, что производится сверка IP-адреса, закрепленного за портом, с таблицей, которую мы строим под DHCP, либо статически. Если он не совпадает, такой пакет будет отброшен. Ну и посмотреть, как он работает. Можно, в принципе, команда DHCP Snooping. Или также Show IP Source Guard. То есть здесь также мы видим, какие из адресов, за каким у нас портом закреплены. Субтитры создавал DimaTorzok.